босиком по небесам я летаю в небесам про приземление потом расскажешь да я бегу это не особо быстро бежим 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 ну тянет нормально автоматически сматывает как а стоп наверно нет никакого стопа начал сама вырубится ты готова отлично первый взлет на тандеме на нашей электрической лебедки разматываем сейчас трос со скоростью 4 метра в секунду сандалит в это просто праздник какой-то тоже бомба 1700 абсолютная высота 1700 метров мы набрали километр над аэродромом хорошо здравствуйте глупо уважаемые любители летных видов спорта сегодня опять ролик с парапланами легкой лебедкой и наш план затянуть тандем проблема становления чего-то нового как то например отсутствие операторов которые могут работать на лебедке и сегодня будет рождение нового оператора рома попробует затянуть сейчас со мной вместе таню потом мы затянем тандем с ним вместе а потом она тандеме если батарейка не сядет и затянет меня но батарейка сесть не должна это я так нагнетаю чтобы было интересно досмотреть видео до конца а вы начинаем наша верная лебедка готова к бою аккумулятор заряжен в нем 10 киловатт часов электроэнергии соответственно можем сделать около 40 полетов на одноместном параплане или порядка 20 тандемов затянуть андрюк привез кучу радиостанций это авиационный диапазон который будет поддерживать связь с небом и если вдруг кто-то прилетит на самолете чтобы я предупредил что трос в воздухе разрешение летать на аэродроме мы получили а это обычные 4 3 4 7 5 0 или там 8 5 0 наши частоты таня все все автоматично то есть здесь происходит автоматический процесс из затяжки то есть я даже там не вмешиваюсь я буду вмешиваться только если нужно будет прекратить взлет все а ты просто постоишь выберешь место выдохнишь побежишь все выберешь момент когда тебе захочется бежать тогда это лебедка сделано для того чтобы пилот мог себя затянуть сам в конце концов на нее уже готова радиоручка и в будущем это будет выглядеть так автор радиоручки первый старт на радиоручке вот антенна все как-то сумбурно но я вот приехал и сразу он полетел метров 800 где-то тут расстояние было старта во всем ваш уже ступенится нет смысла сурдать отпустил разворачиваться не будем низко разворачиваться на же нажимаю уже уже нажимай уже нажимай ты нажала на кнопку хочу затянуться и стоишь ждешь как только ты двинулась и трос смотался на 3-4 метра она сразу автоматически переходит в режим предстартовой тяги 70 процентов от общей тяги и потом когда смотает еще 20-30 метров поднимите на какую-то высоту даст полную тягу все автоматично сережа который очень хочет летать включает на своем телефоне приложение заряжена батарейка на 72 процента хотя я полностью заряжал зарядником просто этот резерв оставлен для того чтобы можно было как пассивном режиме летать я ставлю тягу то не весит килограмм 50 ну 50 килограмм и и поставлю 48 вот это будет для тани режим затяжки ты готова отлично так что мы не из гуся 6 килограмм усилия лишь во все загорелась припул мы вымотали критик вот этот критическое количество троса теперь мы в принципе можем нажать на припул и и тянуть даже вот в этом режиме пассивной лебедки при этом машина будет выматывать трос и мы вообще будем даже батарейку заряжать так таня готова все даю натяжение троса нажимай на припул все тайков пул в любой момент когда тебе нравится можешь стартовать сейчас надо быть готовым если что нажать на кнопку стоп желтую ну ты можешь в этом режиме стоять сколько угодно то есть у тебя на тросе сейчас 14 килограмм и так стоять можно сколько угодно ты кстати сколько весишь хорошо сколько тяги дать вот я сейчас поставил 48 килограмм могу дать больше ну тогда будет 48 он побежал смотри внимание видишь все хорошо то есть крыло вышло ровно ничего не пришлось сделать вот сейчас она немножечко уходит в сторону тогда я поменьше тяги поставил как побольше видишь она вот этот момент был важный потому что когда крыло дает слишком большой угол в этом случае все-таки нужно сбросить тягу то есть ну идея что на этой лебедки не летают совсем уж чайники она справилась но я и помог убрав тяги вот пряга ты можешь попа потыкать но ты будешь меня тянуть соответственно мне на тандеме вряд ли такой понадобится если уж совсем увидишь вот так раком идет этот тандем ну просто надо будет нажать на кнопку стоп и все отлично летит таня сейчас спокойненько лети я тебя сброшу тягу вот смотри я нажимаю ей разворот отлично развернулась и теперь что происходит трос выматывается со скоростью 7 метров в секунду заряжается батарейка вот сейчас 10 метров в секунду тяга на тросе всего лишь 2 и 2 килограмма смотри сейчас загорелась кнопка припул соответственно как только она разбудит когда она начнет разворачиваться когда у нее будет 90 градусов к тросу нажмешь припул больше ничего делать не нужно ты можешь разворачиваться когда захочешь вот когда тебя станет желание разворачивать час нажимай да вот все пул все она перешла теперь тыков пулу тюрьку там есть вот это небольшое время перехода если видишь что с парапланом все хорошо можно сократить переходный процесс нажать сразу отлично приготовились нажимай он винтинг отлично разворот она отцепилась ну ладно ничего страшного так тогда не 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 оставь все вот так тоже можно лебедка уже поняла что отсыпка произошла и соответственно видишь она дает 25 килограмм на трос а да я не знаю да это все все автоматически и что если бы отработали схему когда пилот не выполнил команду и вот я всегда страшно что она попытается парашютик себя засосать но нет как ты видишь 100 метрах сколько на недоматывает давай посмотрим деть 40 50 метров недомотав 50 метров она опускает парашютик на землю и медленным движением тюк 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 ах ты моя лапочка даже не сработали вентиляторы настолько легко тащить таню ну что ж с первой затяжкой друзья но это просто непростительно таня взяла поток метров с 300 набрала уже метров 700 и улетела и вот теперь тандем мастер вот там оператор даже одной затяжки не сделал но я пожалуй такому умному оператору доверяю тем он знает он 8 языков и вообще отличник как там боевой и всякой подготовки политической фух погнали на старт я тоже хочу туда теперь летает же я размотался ты нажимаешь на кнопку на припул и мы повторяем этот цикл и собственно я в какой-то момент просто цеплюсь над лебедки она также смотает трос и ты сядешь за руль этой машины и доедешь у меня только один вопрос да как мы сделаем с машиной а ты машину не водишь да нет понятно волка за и капуста мне приходится опять привлекать к самому нашему любимому варианту когда оператор всего лишь одну затяжку рядом постоял со мной и затянет меня так было на йогасе управление тут женских руках первый раз прямом фире взлетаем поехала потихонечку едет сейчас начнет разогнать разгоняться вот ой пошло пошло наше любимое босиком по небесам ну похоже так будет и на тандеме традиции с тебе страшно да это хорошо она уже снимает да и да она снимает ничего смотри я тебе еще раз процедуру взлета расскажу давай значит мой когда с тобой побежим у нас наполнится крыло я это контролирую потом основная задача разбежаться мы не будем лететь пока мы не наберем скорость 30 километров в час если ты упадешь мне под ноги да то это будет жопа потому что мне придется как-то искать ручку отцепки пытаться отцепиться то есть будет жопа если вдруг я буду кричать отцепка отцепка видишь красную ручку дергать за нее со всей силы надо выдернуть чеку чтобы отцепиться от троса понятно понял понял если пушка чать отцепка дергать за эту ручку да именно так я бегу это не особо быстро почему вообще так ну я не бегун про приземление потом расскажешь да ну что ж сейчас ждем ветерочек ну давайте тягу при пул нажимай уперлись уперлись готов готов побежали бежим 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 б круто жену тянет нормально можно сесть да усаживайся сел а класс друзья первый взлет на тандеме на нашей электрической лебедки до этого на тандеме скажем так не летал кирилл уже летал у меня обскакал сушки у тебя нет прилично сейчас скажу скороподъемность 3 8 метров в секунду но с таким кабаном толстым как я это нормально нужно понимать что это лебедка изначально пока еще не в версии тандема потому что у нее слабенький контроллер еще предыдущего поколения сейчас контроллер будет мощнее можно будет тянуть и 5 и 6 и 7 метров в секунду сколько угодно сколько не жалко стиль полный но мой конь огонь сережа отлично взлетел от нас как то ощущение супер бомба это непередаваемо друзья как я делать нельзя вот так вот одной рукой рулить потому что так не нужно делать но так как я так лет налетал три тысячи часов на параплане я могу себе позволить разочек так полетать и заснять почему нельзя что не случится с крылом нужно реагировать а у меня все в руках но я просто выброшу камеру gopro 10 керпы с ней держи 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 крепко сейчас вот так руки и вот так сейчас будет разворот будет немножко неудобно да можете сбрасывать тягу так я сейчас разворачиваюсь спокойно у тебя немножечко назад потянет час тросиком ничего страшного отлично ну что ж теперь ты снимаешь держи двумя руками эту палку цель на меня я буду дальше рассказывать отлично вот так хорошо друзья мы разматываем сейчас трос со скоростью 10 метров в секунду наверно сопротивление на нем всего два килограмма поэтому наше снижение могу по прибору посмотреть один метр в секунду всего лишь то есть вообще никаких проблем так через какую-то сторону удобнее разворачиваться равно через право через лево все равно ну вы через право разворачиваться я уже над собственно дорогой я подлечу поближе к склону и буду разворачиваться мы уже над дорогой автомобильной дальше уже не хочу об разворачиваюсь сейчас дадут тягу вот отлично следующая итерация текущая высота 1200 метров это 500 метров над рельефом но вы можете оценить что над рельефом у нас красиво ой как же хорошо да ну ты счастлив очень уж как-то замерзать даже начинаю круто вообще такие ощущения непередаваемые чуть-чуть просто зашибательские устойчивые ты вот сейчас мы почти над лебедкой 3 метра в секунду она сандалит прям интересно даже какая температура там на контроллере подержи камеру да можно разворачиваемся так пошла размотка троса посмотрите температура какая контроллера или моторчика там есть две иконки просто посмотрите 55 и 52 да а ну слушай но не греется даже совсем хорошо я тогда прям до склона сейчас долечу горы и буду разворачиваться попозже немножко но будьте начеку следите за остатком троса остаток троса когда будет меньше 500 метров скажите в чем нюанс мы летим к склону и до склона я теперь держу может пустить до склона как вы видите совсем недалеко о держи до склона недалеко руб отлично на 3 стак я развернусь уже уже можете не париться сейчас буду разворачиваться поснимай скалы снизу аккуратненько давай разворачиваться уже оп оп юху размотали 1800 метров троса друзья да это какая-то это просто праздник какой-то это вообще бомба слушай ну клас блин вообще такие ощущения да мне нравится планер это одно это другое да да ну вот видишь но планере как-то все равно безопаснее себя чувствуешь почему то а здесь открытая кабинка да 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 4 метра в секунду сандалит ну сейчас 3,9 3,8 3,7 ну вот так от 4 до 3,5 высота текущая 1470 метров полтора километра это значит на аэродром мы 800 метров держи airspace ругается держишь крепко да прибор ругается что мы зашли в какой-то airspace ну понятно нашего аэродрома ты скажи как соберешься разворачиваться да пока тянет 2,5 метра в секунду поэтому будем разворачиваться когда уже там тяга упадет тягу сбросили разворачивайся оп оп эх слушай так мы так догнали так догнали друзья интересные подробности нашего полета вот татьяна летит впереди мы ее догнали ступенчатой затяжкой вот это вообще круто да хе-хе-хе-хе-хе в воздухе сразу два летательных аппарата, поднятых электрической лебедкой держи теперь давай ты держи, я буду за высотой следить вот таким образом нас, снимай чуть-чуть более горизонтально камеру вот так, да, где-то остаток троса 600 метров Таня, будь внимательна, потому что я лечу вообще с тросом. Игорь, 28%. Оп. Оп. Ю-ху. Тянет вверх хорошо. Слушай, тянет мягенько, главное, это классно. Итак, друзья, 1535 метров. Если нас сейчас затянут на 200 метров, то мы на тандеме поднимемся на километр высоты. То есть, как бы, мне кажется, вполне себе ничего. Два метра в секунду осталась скороподъемность. Но, представляете, под нами сейчас где-то километр и 400 метров троса. 1700! Абсолютная высота 1700 метров. Мы набрали километр над аэродромом. Так, ну что, затянемся над лебедкой и отцепимся? Давай. И отцепляюсь. Оп. Все, порядок, ушел парашютик. Свобода! Круто. Слушай, ну вообще крутяк. Вообще, полетели, полетели, полетели. Вон она, впереди. Кайф. Единственное, что я не думал, что так дуть будет. А ты не оделся? Нет, конечно. Мы это сделали. Где-то там, с правой стороны гора Рамбар, где всегда было интересно полетать над ее верхушкой. Мы затянулись так, что я сейчас могу это сделать. Ну просто, просто кайф. Ты доволен? Еще как. Расскажи, какие у тебя ощущения от первого полета в тандеме? Совсем другие. Это с планером не сравнить. Более свободно ощущаешь себя. Чувствуешь ветер. Как будто просто ты паришь. У нас Танин впереди где-то набирает. Явно крутит поток. Сейчас мы еще попробуем в потоке понабирать. Таня, ты в потоке сейчас стоишь, да? Отлично, мы сейчас к тебе прилетим. Ё, мы сейчас еще и попарим. Вообще круто. Ну правильно, друзья, было бы как-то глупо не затянуться на километр и не попарить. Но нюанс в том, что времени сейчас 8 часов вечера. То есть мы поздно поехали на полеты, потому что весь день обещали грозы. Таня, которая показала нам поток, только куда-то из него улетела зачем-то. Едемо замерзла, полетела домой. Но поток нам подержала. Действительно нас подымает 0,4 метра в секунду, не сильно. Но это такой же воздух, Сереж, такой же воздух, на котором мы поднимаемся на фланере. Вот, друзья, наш склон Арамбра. Вот наш аэродром, чтобы вы оценили масштаб, как мы затянулись и вообще, как это все красиво получилось. Там впереди населенный пукла Батима Силлион, где мы живем. Полное счастье. А параплан быстрее набирает обычно, чем планер, если один тот же поток идет. Он может более узко крутить, поэтому набирает быстрее. Ясно. Ты хочешь поуправлять? Ну, если можно. Ну, держи. Вот, руки протягивай. Две стропы бери. Подожди. Так, вот это, да? Вот, и вторую так же. Просто? Просто, да. И теперь смотри. Чтобы почувствовать. Обучение пилотированию. Правая рука вниз идет, левая полностью сверху остается, вес направо перекидываешь. Это моя работа, это я делал всю жизнь. Чуть сильнее правую. Видишь, он поворачивается? А левая полностью отпущена. А, левая просто отпускает. Полностью расслаблена левая. То есть вытягивать руку, да? Да. А теперь обе руки вверх, и параплан летит по прямой. До конца вверх как бы, да? Да, все. Ага. Ну, как? Обалденно. Первый поворот сделал. Первый поворот сделал. Хорошо, теперь можешь влево повернуть левую, затягивая стропу. Затягиваю. Да. И вес влево тоже немножечко. Здесь важно рулить весом. А, весом. Да, и все. И вот ты делаешь левый поворот. Таня впереди. Кто? Таня впереди. Кто впереди? Таня. Я вижу, да. Да ничего. Просто выключить ее, включить заново. Ты знаешь, управлять интереснее, чем просто сидеть. Да? Направо? Да, просто выключи машину, вынеми аккуратно ключ. Потом вставь ключ и еще раз заведи машину. Там никакого джет-сервиса не должно быть. Друзья. Отлично, все вырвалось. Завелось? Друзья, я, видите, одновременно и показываю, как летать. И инструктаж. И инструктаж, как машину завести. То есть, игра там, игра тут. Еще и с Таней расскажусь. Давай, подлетим поближе к Тане по прямой. Ну, ты видишь, что ничего страшного. Дело в том, что 8 часов вечера, штиль практически. И очень ровный воздух. То есть, ну, опять же, я знаю, если что, я кидаю вниз камеру, GoPro 10, пес бы с ней. Хватаю управления и вытягиваю любую ситуацию. Ну, вот посмотрите, над какими скалами Сережа сейчас пролетит. Ну, как тебе над скалой повернулось? Здорово. Давай налево сейчас? Давай. Потому что сейчас, помнишь, как мы на планере летали, как на этом углу запирало часто? Да, да. Как мы тоже ошибку совершили. Обе руки вверх, полная скорость. Должны это идти от склона сейчас. А то вот здесь можно нарваться на турбулентность. Тут я заигрался, друзья, уже чуть правее. Спокойно, спокойно. У нас все хорошо. В чем здесь нюанс, друзья? Вот этот склон, он загибается. И ветер, который дует по нашим долинам, уходит вот в эту вот щель между двумя... Там горка Сен-Жини и наша гора Арамбар. Там получается такая динамическая труба. И вот на этом участке склона очень косое обтекание ветром. Поэтому нельзя сейчас прижиматься к склону. Немножко пробиться на западную часть его. И дальше можно парить вдоль склона. Прошло полчаса. Холодно. Кушать хочется. А мы вниз не сможем спуститься. У нас, как было, ну там полтора километра на час высоты. То есть 200 метров им потеряли. Но летаем даже особо не занимаясь набором высоты. Потому что держит склон, немножечко работает. Таня выше нас, там где-то впереди метров на 200. Полное удовольствие. У меня уже пилот второй готов. Летает. Я полностью занимаюсь. Вот сейчас там всякие клипы снимал на телефон. Все хорошо. Что скажешь ты? Как тебе? На чем проще летать? Однозначно на параплане. Совсем по-другому чувствуется. Более свободнее. И он медленнее летит. И свой кайф. Все, бросаясь в планер, переходишь в парапланилисты? Нет. Оба, оба. Оба. Давай над ножками покачаем. Давай. Босиком по небесам. Я летаю в небесам. А Таня у нас по левому борту. Крутит поток от южного склона. Но я туда переходить не хочу. Там немножко может потрякивать. Поэтому мы болтаемся в таком... Больше динамики, наверное. Лево возьми чуть. Давай все-таки крайне чуть сдвинемся. Давай. Я, правда, ее сейчас потерял из виду. Вот она слева 90. А, все. Видишь, вот потащила на сверху. Да, да. Вот, твой бор запищал. Да. Хорошо. Ну, хочешь понабирать в потоке? Хочу. Давай. Давай. Левую стропу затягивай. Давай. И вес налево. Ага. Да, я право. Больше отпущено. Все. Поздравляю с первым набором. И прямо, да, на нее. Я не, 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 не по кругу. Ты как вонопланили-то летаешь. Держусь стропу. На платье, больше, клюк же немножко. А, то есть вот здесь понабираем, да? Да, по кругу. По кругу. Все, понял. Давай. Вот, у нас сейчас скороподъемный, чтобы ты знал метров в секунду. У нас немного, но есть. Нормально. Да, каждую секунду. Быстрее лифта. Пик, 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 пик. Сейчас мы еще и Таню догоним. Знаешь, я не думал, что такой будет кайф. Друзья, это победа. Это реально победа. То есть я знал, что она затянула. Но если эта лебедка планер затянула, то тандем должна была затянуть. Но одно дело должна, другое дело затянуло. И вы видите, какая свобода. Вы можете взлетать с любого маленького поля, там 500 метровый, раскачивать себя ступеньками до высоты, вот как у нас километр. Самое главное, что оператор, он только один раз постоял рядом со мной, и он нажал один раз кнопку, и все. Ну и потом, правда, на ступеньках кнопку нажимал. Сброс тяги, соответственно, анвиндинг и дача тяги при пул. Дальше опять же все автоматика делала. Сейчас продолжай налево разворот. Видишь, нас немножко сдуло за голову. Да, 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 я заметил. Да, поэтому давай прямо протянуть. Да, в сторону Лоботим-Ансилион, ну или в сторону аэродрома. Хорошо. Обе руки вверх и чуть-чуть протяни. Легкий северный ветер, вот там на перевалах видно стоит облачность, такая небольшая. Падают облака вниз. Пик-де-Биур, где-то остатки гроз. Вот там вот везде бушевало, сегодня бушевали грозы. Облако по центру кадра, оно видно, что растет. Но оно уже в грозу не перерастет, потому что поздно. И видно, что вокруг нет условий для грозообразования. Я сейчас просто немножко высоты сброшу с помощью глубокой спирали, так называемой. А ты почувствуешь ощущение, как это прикольно. Давай. Готов? Поехали? Вот так, держи только камеру, никуда ее ровно так держи, да. Продолжаю держать вот таким образом. Прям держи и все, не бойся ничего. Вот начинается перегрузка. Ага. Вот мы снижаемся со скоростью там 8 метров в секунду. Балл nobody will be here. Эй-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей-кей. Чуть выше камеру, выше камеру. Эль-кей-кей-кей-кей-кей-кей. Вот так можно от грозы сбежать, если что. Если вдруг гроза, мы можем в таком режиме спуститься. Сдвижение сейчас 12 метров в секунду. Ясно. Я могу до 20, но будет тебе плохо. Не, не надо. Все, начинаю выводить его. Нет, мне сейчас хорошо. Тебе сейчас хорошо? Нет, нет. То есть я просто, я понимаю, но оп. Просто ты говоришь, если до 20, если мне будет плохо, то плохо не надо. Всю высоту, которую мы сбросили в глубокую спираль, мы сейчас набрали. Сразу же тут работает, продолжает работать поток, поэтому можем летать сколько угодно. Мы только что видели красивую птицу, но, к сожалению, потеряли ее, пока камеру включали. Батарейка какая-то вечная, 1% показывает, но еще снимает. Может, все-таки до посадки хватит. Друзья, заходим на посадку. Заход хочешь в огород приземлимся, к нашему дому? Давай, с удовольствием. В огород? Ну как, ну, в огород. Друзья, посадка в огород. Сейчас я жену позову. Туся! Туся! Жена ждет. Кайф, друзья, это просто плохо. Слушай, а мы парим, у нас работает поток есть. Класс. Насходящий. Можно летать как в динамике. Куда будешь приземляться? Давай, хочешь бассейн? Нас придерживает, друзья, работает склон. Но я не буду злобствовать. Так, а когда надо выпрыгивать из подвески? Я скажу. Отходим сейчас от склона. Просто, чтобы я сконфигурировался правильно. Я понял, понял. Спокойно. Я тебе скажу. Все скажу. Когда высота будет 3 метра, тогда и выйдешь из подвески. Даже если ты не выйдешь, я тебе просто... А если я не выйду, я же... Я тебя приземлю идеально. Не пришивай. Гав, 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 гав! Давай на лошадь. Сейчас попробуем на дерево сесть. Эть! Здорово. Друзья, на дерево не получилось. Давай на коня подсядем. На коня? Ну, он там в лошади. Вон, видишь. Хорошо. О, конь! Точно! Я же говорю, на коня ещё. И кау-кау-кау-кау-кау! Так, ну теперь... Что делать? Еще рано, 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 рано. Я тебя приземлю как... Прекрасно приземлю. Встаем. Опа! Вообще легко! Я боялся, я сейчас думаю, буду ноги ломать. Да незачем. Как вы видите, мы можем летать не только на планере. На планерах не летают страшно, грозы. А на параплане можно. Затянулись на километры. Вот Сергей первый раз в жизни попробовал, что такое параплан. Первый раз в жизни я сделал стрим с параплана. Но такого еще не было. Таких идиотов нету, кроме как мы. Самое главное, Кирилл уже испытал радиоручку. И в следующий раз нам даже оператор не нужен. Мы нажали на кнопку, затянули сами себя и улетели. Красавчик. Я на таком умею летать, друзья. Представляете, теперь у меня еще и лебедка есть, которая такую штуку тащит. Представляете, какой точный расчет? А если он ошибется, он может врезаться в планера, которые впереди, и в людей. До новых встреч, глубокоуважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Ты счастлив? Эгегей! Счастлив, говорю! Все как! Ага! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова